В Казанском университете состоялось открытие симпозиума по прецизионной медицине. В его проведении принимают участие ученые КФУ, представители университетов-партнеров, исследователи из Вашингтона, научно-исследовательской сети Великобритании в России и так далее. Само название заседания уже говорит о том, что главный тренд состоявшегося мероприятия является прецизионная медицина. Ученые уверены, что данное направление сделает бессмысленными даже самые распространенные терапевтические методики. Наступает новая эра узкоцелевого точечного лечения. И ключом в эту эру служат такие технологические прорывы, как наночастицы, охотящиеся за раковыми клетками или убийственные для вирусов лазеры. О том, что из себя представляет прецизионная медицина, нам удалось узнать у проректора по биомедицинскому направлению Казанского университета и директора Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрея Киясова. Это и персонализированная медицина, это и доказательная медицина. Поэтому вот это такой гибрид и это новый тренд в медицине, когда идет не просто персонализированная, а и доказательная с учетом и окружения, и экологии, и гигиены, и всего прочего. То есть, ну реально, это на самом деле персонализированная медицина, точная, на научных данных, для лечения какой-то патологии, либо предупреждения какой-то патологии. То есть, основной смысл, как мы можем использовать современные геномные данные, омиксные данные, для того, чтобы составить максимально полную картину о конкретном пациенте, и врачи могли бы принять решение, какие лекарства, существующие или экспериментальные, могли бы этому конкретному пациенту помочь. Участники симпозиума имели возможность представить базу знаний и зарубежный опыт в развитии прецизионной медицины, обсудить подбор лекарств и рассмотреть успешный опыт научных программ. Белых пятен, как вылечить рак, практически не осталось, по большому счету. Конечно, есть какие-то еще места, где надо работать. Но как лечить рак, по большому счету, все знают, значит, в ученом мире. Доктора этого не знают по многим причинам. Наука развивается слишком быстро, у них не было образования, они получали давным-давно. Значит, чтобы проанализировать пациента, нужны большие программы с большими... знать, как ему пользоваться, и большие базы знаний. Значит, по всем этим причинам главное сейчас, как бы, внедрение всех этих знаний в практику, в клиническую практику. Это одно из первых мероприятий такого уровня и в Татарстане, и в России, где поднимаются вопросы, обсуждаются вопросы прецензионной медицины. Вся проделанная учеными работа подтверждает то, что лечение от рака действительно существует. А прецензионная медицина предоставляет ученым новые возможности создания препаратов для лечения не менее опасных болезней. Работа симпозиума продлится до 12 сентября включительно на площадке Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс.